Добрый вечер, 20.06.Москве. Это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Хочу я начать с такого развернутого комментария к некому факту повседневности. Среди друзей в Фейсбуке есть у меня собачка Капа. Это двухлетняя такса, которая ведет некий свой аккаунт в Фейсбуке, которая живет на Сиреневом бульваре вместе с своим хозяином и рассказывает о своих наблюдениях о прогулке на Сиреневом бульваре. Иногда в том числе публикует фотографии. И вот буквально пару дней назад я увидел такую вот интересную смену фотографий. Там у них есть некая трансформаторная будка. И вот на этой трансформаторной будке появлялись надписи на стене. Такое граффити. Значит, изначально там появилась большая надпись, которая изображает весьма популярный в последнее время лозунг «Мочить Кавказ». Затем слово «Мочить» было затерто. А, нет, еще под этим для убедительности была пририсована свастика. Затем слово «Мочить» было затерто. Стало написано «Кавказ вперед». Свастика была тоже затерта. И чтобы, так сказать, утвердить это зачеркивание свастики, было написано слово «Нет» и стрелочка к этой свастике. И затем все это было более так менее полустерто. Вместо свастики была нарисована звезда и была написана надпись «За СССР». Вот это все в течение нескольких дней на трансформаторные будки писалось и сменялось. И мне показалось, что это прекрасная картография постсоветского сознания. Вот всего того, что происходит в нашей голове, в наших умах в течение последних 20 лет. И особенно актуализировалось в последние несколько лет. Может быть, даже в последний год. Хочу я сегодня поговорить о толерантности. Такое вот модное слово, о котором иногда даже мой венценосный тезка проговаривается. Вместе с инновацией, модернизацией, полицией и Сколково. Толерантность. Что это такое? Откуда она к нам пришла? Является ли она неким необходимым свойством для нас? Вот я решил назвать программу «Чужие в городе. Зачем нам нужна толерантность?» Я долго думал, стоит ли нам ставить знак вопроса, зачем нам нужна толерантность. Что это вопрос или утверждение? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это правозащитник Валентин Гефтер. Добрый вечер, Валентин Михайлович. И это журналист и политолог Игорь Гритишвили. Добрый вечер. Добрый вечер. Видите, вот особенность грузинского языка, что, конечно, несколько согласных подряд. Сколько, кстати, может быть максимально согласных подряд в грузинском? Вы знаете, даже для грузинского языка редкость три согласных. Так что здесь все нормально. В грузинском языке 33 буквы и гласных не меньше, чем русско. Грузинский алфавит, как я помню, это самое, есть несколько таких даже анекдотов, как грузинский алфавит происходил, как там, я не знаю, по-моему, бог макароны, что ли, кинул, да? Что вот такие вот буквы. Нет, такого анекдота я не знаю, но письменность... Письменность. Таких анекдотов много. Ну что ж, так что давайте поговорим сегодня о мультикультурности и толерантности. Вот возвращаясь к этой надписи на трансформаторной будке, то, что поверх всего в результате была нарисована звезда и написана за СССР. А была ли она вообще, эта толерантность в Советском Союзе? И можно ли то, что мы называли интернационализмом или дружбой народов, назвать толерантностью? Ну, на бытовом уровне, наверное, была. Глупо спорить. Она была в большей степени, чем, может быть, сейчас. Вот так скажем, конечно. Никакой вообще абсолютной толеранции сегодня не бывает, с моей точки зрения. Потому что вообще, как мы знаем, в биологической природе человека ксенофобия, она всегда есть. Она идет еще из первобытных времен. И это невозможно вытравить, ну и даже не вытравить, а так, чтобы это исчезло до конца. Когда одно племя ненавидело другое. Ну, конечно, это было естественно. И, я говорю, биологические корни наши в том, что чужой всегда дальше. И даже не просто дальше, а именно он чужой. То есть он некий потенциальный враг своих. Но, вот если говорить о подносительной степени, то была. Поэтому, понимаете, Сергей, я не знаю, согласится ли Игорь, под неким прессом унитарного и сильно унифицирующего, как еще можно говорить, слова там всякие, тоталитарные и так далее, государства, Как ни странно, иногда вот эта вот степень терпимости может быть больше, чем в свободном, открытом и очень, так сказать, разностороннем обществе. Чем интересно, мне кажется, ведь она даже, она провоцировалась, проецировалась не столько тоталитарным государством, сколько такими очень мощными институтами социализации, которые в Советском Союзе были. Вот, скажем, армия, да, какие-то вот на рабочем месте. Ну да, стройки коммунизма там. Стройки коммунизма. То есть изначально вот эти замесы какие-то такие, межнациональные проводились. Война, да, конечно. Ну, я согласен. Но это тоже неотделимо, то есть это отделимо, но это тот же, на ту же эпоху пало то, о чем вы говорите, и одновременно мощное, сильное, унифицирующее и сравнивающее под одну гребенку государство. Это тут та модернизация, которая произошла, которую она называет там сталинской и прочей социалистической. Вот она, конечно, связана была с этим. Игорь Юрьевич, да, вот вы как считаете, то, что было в Советском Союзе, как нам этот феномен назвать? Была это толерантность, была это дружба народов, был это интернационализм, была это новая историческая общность советский народ? Советское руководство, оно пыталось создать. Новую историческую общность, помятуя, что во времена царской России проблемы с толерантностью были большие. В принципе, Советскому Союзу кое-чего, я согласен, с вами удалось достичь в этом направлении. Это было государственной политикой. Отсюда и родилось, особенно после Великой Отечественной войны, такое устойчивое выражение, как журналисты говорят, штамп дружбы народов. Вот. Но все это проецировалось всегда сверху. И на любом уровне, начиная с самого высокого, кончая, когда человек идет в детский сад, маленьким ребенком, когда учится в школе, любое проявление нетерпимости одной нации к другу, оно достаточно жестко каралось. И это принесло свои результаты. Потом, дружба народов и терпимость друг к другу относительно, если сравнить с сегодняшним днем, приобрелось еще в том, что социальное развитие населения, оно было на одном уровне абсолютно, экономическое и так далее. В принципе, мало чем отличалось друг от друга. То есть, нечего было завидовать и некому было завидовать. В этом тоже, по-моему, чисто с экономической точки зрения, социальной точки зрения, не было особых противоречий между людьми. Смотря... Хочу вот вам какой вопрос задать. Смотря из Грузии, вот сейчас не с российской точки зрения, да, не с русской, может, по-моему, с грузинской точки зрения, есть ли какая-то ностальгия по вот этому советскому единому телу, единому организму, когда можно было совершенно свободно... Есть. Если у кого. Конечно. Кто помнит, тот ностальгирует. Я расскажу, что я несколько недель назад вернулся из Грузии, чисто по личным делам туда ездил, там могила моих родителей, хотя я более 30 лет живу сначала в Советском Союзе, а потом в Москве. И мне удалось побеседовать с родственниками многочисленными, которые люди в возрасте за 50, за 60 лет, молодыми людьми, есть ностальгия по Советскому Союзу. И прежде всего в том, что была свобода передвижения, понимаете. Грузинский человек, он достаточно индивидуален и независим по характеру, по своей природе. И то, что у него есть ограничения, он не может поехать туда, куда хочет, не увидеть тех людей, которых он привык видеть, тех родственников, которые остались за рубежом, на это на него достаточно давлеет. Особенно людей старшего поколения, которые, я говорю еще раз повторяю, привыкли, привыкли делать то, как ни странно в Советском Союзе, то, что они хотели. Скажите, ну вот а куда же она девалась? Вот это вот, если она и была какая-то советская толерантность, почему так быстро разрушилось вот это вот единство? У меня есть заготовка в виде ответа на ваш вопрос, Сергей, но сначала я хотел продолжить то, что сказал Игорь. Я тоже был в Грузии два года назад, и тоже многие интеллигенты, это была школа политисследований, там поэтому были люди, так сказать, понятно, разных поколений, но я говорю про старшее моего возраста, говорили мне, ну как же так, мы не можем теперь после 2008 года, после известных событий, поехать по приглашению родственников, и даже прямым родственникам очень трудно, надо доказывать и так далее. Я совершенно ужаснулся этому, я говорю, как, не может быть, я только что въехал в Грузию, заплатил 40 лари в аэропорту, и любой человек вообще никакого, так сказать, приглашения не надо. А в Москву, да, и после этого мы поставили вопрос перед МИДом, что происходит, и выяснилось, что на полузаконном ведомственном уровне после войны 2008 года была признана, при принятой вот такая вот штука, что давайте мы ограничим, поскольку дипотношений, как вы знаете, практически не существует, ограничим свободное приглашение непрямыми родственниками, неправительственными организациями и так далее, и так далее, людей из Грузии. Возмутительный факт, который нам до сих пор, через три года, уже почти, не удалось так и, как говорится, повернуть спять. Вот вам пример того, как государственная политика, даже в ситуации, конечно, неровной, такой конфликтной, может способствовать тому, что эта толерантность как дым исчезает. Теперь по поводу советской. Вы знаете, вот я недаром говорил, что, конечно, загнанная дружба народов – это политическое клише. Это можно писать в газетах, можно, так сказать, любить. И были и социальные основания для притертости, гораздо большей, не только среди культурных людей, но и среди самых даже низовых, как принято говорить. Но ведь это было загнано в подполье, в подпол индивидуального сознания очень часто, понимаете? И вот как только это все клише разрушились, а дверка погреба открылась, этого подсознания, выяснилось, что есть масса, что делить, на кого свалить с те или другие невзгоды. Да еще тут государства хорошо поработали за эти 20 лет, так сказать, взаимоотношения друг с другом. И вот смотрите, что у нас получается в результате. Вот у меня есть здесь некоторые цифры. Отчет ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, Society at a Glance, этого года, 2011 года. Есть некий индекс толерантности, который разработан Гэллоп и формируется на основе ответов жителей на простой вопрос. Является ли место, где они живут, хорошим также и для представителей этнических, сексуальных меньшинств, иммигрантов. В России значение индекса в 2010 году составило 31, средний балл по ОСР 61, Канада и Австралия 84, в верхней части рейтинга англоговорящие скандинавские страны. Он столько же, сколько у нас в Индии, в Индонезии 34, 30 в Индонезии, 34 в Китае, 54 в ЮАР, 71 в Бразилии. То есть по вот этому вот индексу толерантности мы одна из самых низких стран. Из больших, из крупных. Да, из стран ОСР. К нам сейчас присоединяется по телефону еще один гость, это Гамит Османович Булатов, доцент, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Гамит Османович, вот как вы можете прокомментировать эти цифры, что Россия сейчас в самом низу этого списка по уровню толерантности? Ну, я думаю, что здесь можно это прокомментировать с нескольких позиций. Во-первых, это данные определенного исследования, которое я просто не очень, так сказать, осведомлен о том, тех рамках, в которых это исследование проводилось. Хорошо, ну скажем, ваше ощущение это отражает? Я сейчас скажу. Но определенный круг людей это, естественно, охватывает. Мои ощущения основываются на моем полевом опыте, поскольку я этнограф, я езжу в основном по Кавказу, но и по стране тоже. И я всегда общаюсь с разными людьми, с представителями разных слоев насилия. Так вот, действуют две противоположные тенденции. И, в принципе, они существуют всегда в истории. С одной стороны, на чисто бытовом уровне люди как-то уживаются друг к другу, всегда. Разные национальности, разные культуры, разные языки. Тем не менее, когда приходится вместе жить, то общий язык находится. Но, с другой стороны, вот эти приведенные цифры, я думаю, вполне реально отражаются. И причина вот этого низкого уровня толерантности не может рассматриваться вне отрыва от социальной реальности. Дело в том, что социальное напряжение находит в себе разные выходы. Есть разные варианты его реализации. И вот обострение межедневных отношений – это тоже один из вариантов проявления вот этой напряженности в обществе. Но плюс еще неконтролируемая миграция. Она будет, потому что пока есть неравномерность экономического развития, неравномерность уровня жизни, люди все равно будут ехать туда, где жить лучше. И ничего с этим не сделаешь, никакими запретами. Скажите, вот этот вот, вы на Кавказе тоже бываете. Если сравнить уровень толерантности в Москве и на Кавказе, как они будут сопоставимы? На Кавказе выше. Выше, то есть еще больше будет... В смысле, выше толерантность. Да, она выше, я бы сказал так, она привычная. Потому что Кавказ многонациональный. Там люди испокон веков живут рядом представители разных народов, говорящие на разном языке и даже разные религиозные педагоги. А в Москве нет, по-вашему? Москва – это совершенно особый город. Это практически государство в государстве. Мы понимаем, вы спрашивали, ты вас про в Москву. Здесь живут, здесь работают. Здесь живут и работают, естественно, разные люди. Но они живут и работают уже в других условиях. Ведь люди жили общинами. Народы Кавказа жили общинами. И условия жизни были достаточно суровы в горах. Поэтому, если бы была конфликтность, которая превышала бы толерантность, они бы просто не выжили. Ну, понятно. Это было условие выживания. В общем, глядя на современные российские реалии, нам надо признать, что прежде всего здесь социально-экономические обстоятельства, да, повышение ведет к уровню повышения конфликтности, и соответственно... Я думаю, да. Хотя, естественно, есть и иные причины, но они не первостепенные важности. Понятно. Они больше обостряются из-за вот социальной ситуации. А можно я поспорю на секундочку? Да, это Валентин Гектор. Вы знаете, две вещи. Первое, я хотел сказать, что вообще толерантность мерить, я тоже не знаю методологию этого исследования, ее надо мерить по ситуации конфликта, а не по ситуации такого благополучного, политкорректного масс-медиа, или, так сказать, когда все здесь хорошо и живут богато. Я бы мерил вот так вот, а не вообще... Это первое замечание. А второе более существенное. Вы знаете, почему... Вот, казалось бы, Москва богаче, социально-экономически благополучнее, чем Северный Кавказ. Потому что тут спорить нечего, правда ведь? А наш коллега говорит об обратной картинке, связанной с толерантностью. Но я думаю, еще вот почему Москва сейчас может кажется менее толерантной, чем Северный Кавказ. На Северном Кавказе привыкли жить этими общинами, о которых говорил коллега. Там уже это разделение, этноидентичность, там никогда не... Всегда была и никуда не уйдет. А в Москве космополитический город был. Там глубже корни. Там люди, которые крепче держатся корней, да? Они меньше боятся чужаков. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, просто так есть. Веками делились на группы, на этно-группы в первую очередь, ну и религиозные отчасти тоже, и так далее, и так далее. А Москва космополитический город. И в советские времена, и после. Но как только тут появляются какие-то напряжения, даже самые минимальные, гораздо меньше, чем на Кавказе, этот фактор, интолерантность, возникает и кажется большим, чем на Кавказе. Вы знаете, может, я попробую продолжить вашу мысль, что нетолерантность в Москве, она следствие страха. Страха за свою идентичность. Того страха, которого, может быть, нет у традиционных народов Кавказа, да? Которые гораздо более четко определены со своей национальной идентичностью. Как вы считаете, Гамит Османович? Здесь действуют два фактора. Я специально работал с мигрантами по исследовательскому проекту в течение нескольких лет. И я просто вывел две тенденции, которые, будучи противоположны, тем не менее, все существуют. С одной стороны, у мигрантов происходит усиление осознания своей этнической идентичности, и в том числе и религиозной идентичности. Причем имеет место вторичная религиозность, условно говоря. То есть если на своей исторической малой родине этот внутренний мигрант относился к религии индифферентно, то попав в мегаполис, где он чувствует себя оторванным и никому не нужным, просто каким-то атомом, он пытается найти себе единомышленников, но людей, которые бы чем-то ему были близки. И он идет в мечеть. Потом он старается больше общаться с земляками, находит там какую-то поддержку. Но это одна сторона. А есть и другая. Когда мигранты, которые более социально-мобильные и больше имеют вертикальную мобильность, достигая успехов в карьере, они больше утрачивают вот эти привычные связи, но не теряя самые близкие родственные, но тем не менее круг общения у них расширяется за счет местных жителей. То есть они интегрируются. Чем выше поднимается, тем больше у них круг общения здесь. И тем меньше он там, на месте выхода. Вплоть до интеграции в элиту уже, чтобы мы не называли элиту. Да, но там, допустим, в республиках Северного Кавказа они тоже могут делать карьеру. Но будучи там, например, министром культуры, вот Магомед Магомедов не сможет отказать своему земляку, который приехал из горного селения, с какой-то просьбой, причем она может, какого-то отношения к его профессии, специфики деятельности, устроить больницу, помочь поступить в институт или решить какую-то иную проблему. Он это будет делать. Ну понятно. А вот те, кто живет в Москве, они-то этого и боятся, те, кто постоянно жил в Москве, потому что они видят хорошее консолидированное землячество, где люди могут постоять друг за друга. А люди, которые, скажем, давно, которые считают себя титульным коренным населением, не имеют в такой степени взаимоподдержки и взаимовыручки. Вот это и есть только... Понимаете, здесь трудно сказать, кто прав, кто виноват, потому что тут уже одновременно с разных сторон. Человек, который сюда приезжает, вот я не говорю там бандит, хулиган, просто обычный нормальный человек, который приехал учиться или работать, или там карьеру делать, он сталкивается очень часто с неприятием, с ксенофобией, с тем, что он не принимает работу, что его там не прописывают и так далее. И приходится года два-три это все переживать. Вот если он в это время не успеет озлобиться, то, ну, обзаведется там какими-то связями, все выдержит. Ну да, 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 понятно. Да, тогда все нормально. А если этого терпения не хватит, выдержки не хватит, то тогда все. Ну да, здесь порой нефть, и начинается порочный круг, то есть он приезжает во враждебную среду, да, и потом уже формирует враждебную позицию. Давайте поищем выгода, хватит уже описывать ситуацию. Ну что ж, давайте поблагодарим нашего... Выгоды есть определенные. Ну, да. Даже в этих условиях можно кое-что делать. Например, Московский дом национальности проводят лекции, связанные с образованием в области этнических особенностей, с пропагандой толерантности. Я сам там читал лекции. Но это, конечно, капля в море, но они делают то, что могут. Ну, о пропаганде толерантности, я думаю, мы как раз сейчас поговорим. А пока что давайте поблагодарим нашего гостя Гамида Османовича Булатова, доцента, старшего наручного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Ну, а мы давайте вот какой вопрос зададим нашим слушателям. А нужна ли вообще нам в России, в Москве толерантность? Потому что, ну, вы знаете, сейчас это слово очень часто является ругательным, что ли, да, вот говорят там, не знаю, толерасты, вот это западное либеральное поветрие, толерантность. Сейчас на Западе очень принято ругать мультикультурализм, да, многие западные лидеры сейчас говорят о закате эпохи мультикультурализма, и Арнгела Меркель об этом говорила, и Саркози, и Кэмерон Британский. Вот, так что давайте подумаем о том, нужна ли нам толерантность, и если да, для чего она нужна. Телефон наш студийный 651099,6. И вот уже у нас есть звонок. Леонид. Да, ну, я думаю, вы будете толерантны к тому, что я скажу. Я уже жду давно, до того, как вы задали этот вопрос, и хочу не на вопрос ответить, я на него отвечу, конечно же, я вежливый человек, но я хочу возразить многому тому, что вы уже проговорили. Значит, я, наверное, так, судя по всему, по голосам вашим старше каждого из вас, и очень хорошо помню, и даже Сталина. И, да, я русский человек, и абсолютно не шовинист. И я помню, насколько нетерпимы, по-русски говоря, толерантность – это терпимость, а нетолерантность – нетерпимость. Хотя могут быть какие-то дополнительные толкования этого слова, уже терминологические, но мне ближе все-таки перевод на русский язык. Так вот, я помню, как в советское время бушевал антисемитизм. Бытовой антисемитизм. Русские и евреи смешивались редко. На улицах... У меня иногда, несмотря на то, что русский человек, наверное, какие-то есть черты, которые... Ну, может быть, черты интеллигента. Ну, значит, ну, все-таки не в интеллигенции, мне кажется. В интеллигенции антисемитизма такого не было. Вы ошибаетесь. Значит, были даны указания по всем вузам, даже на физфаке МГУ. А я кончал Мехмат, на Мехмате антисемитизма не было. А вот на физфак, в мой год приема, многие друзья мои, одни к пасту, великолепные математики, могли стать физиками. Они не поступили. Леонид, это разные вещи. Если можно... Подождите. Если можно, вы будете как-то толерантны. Политика. А есть мы говорим о толерантности среди людей. Как они друг к другу. Я говорю и о том, и о другом. То есть, если вы меня оборвете, то это будет ваша нетолерантность. Ну, дайте мне возможность высказать свое мнение. Леонид, ну, вы тоже будете толерантны к другим слушателям, которых очень много звонит. И поймите, что мы гостям даем не больше... Верхоглядно же невозможно обойти. Значит, нетолерантность на бытовом уровне была постоянно. Я лично, в силу того, что, наверное, в моей внешности есть какие-то черты, которые почему-то кто-то принимал за еврейские, сталкивался с антисемитизмом, хотя я русский человек. И мне приходилось драться. Вот я коренной москвист. С другой стороны, сегодня я думаю, что та внешняя нетолерантность, которую мы видим, просто мы видим очень много свободных проявлений в любой сфере. Свобода высказываний, свобода мнений. И на фоне вот этой свободы нам кажется, что нетолерантность играет очень... Амплитуда и очень высока. На самом деле, мне кажется, что сегодня мы, население в целом, очень смешиваемся этнически. Мы очень терпимы друг к другу и к так называемым, хотя это некорректный термин, кавказства в том числе. Понятно. Какую же я углядываю проблему сегодня... Леонид, дорогой, сейчас просто, к сожалению, мне кажется, мы дали очень много времени вам сказать. Поверьте, что у нас слушатели, звонящие обычно, имеют минуту максимум. Вы говорили, по меньшей мере, минуты три. Так что вот, если вы что-то можете еще нам сказать, напишите на сайт. Хочу нашим всем слушателям напомнить наш адрес finam.fm. Телефон наш студийный 6510996. Позвоните нам и скажите, нужна ли нам в России и в особенности в Москве толерантность. Ну, а мы пока сейчас уйдем на рекламную паузу. И снова добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о толерантности. Чужие в городе. Зачем нам нужна толерантность? Сегодняшние гости это Валентин Гефтер, правозащитник, и Игорь Гритишвили, журналист и политолог. Кажется, я сейчас правильно произнес. Да, совершенно правильно. Вы знаете, я вспомнил, где вот это... Нет, а вот смотрите, чита Грита, чита Маргарита, да? Абсолютно точно. В переводе Грита это... Птичка, по-моему, да? Дикий голубь. А, это что-то маленькое... Маленькая птичита... Это горлица. А чита Грита это маленькая... А, это горлица. Понятно, понятно. Вот я, да, понял, как произнести вашу фамилию. Говорим о толерантности. Телефон наш, студийный, 6510-99-6. Звоните нам и скажите, нужна ли для нашей страны, и в частности, для Москвы, толерантность? А я пока хочу спросить наших гостей, где тот рубеж, где кончается толерантность? Где тот рубеж, дальше которого мы не можем, собственно говоря, отступить? В том, чтобы признать право другого на инаковость. Да, ну ведь смотрите, ведь и многоженство, тоже толерантность. И то, что вот происходит у нас с Курбан-Байрам в ноябре, когда там вот все помнят, как в прошлом году там сотнями с Камазов баранов резали по московским дворам растаскивали. Где эти границы? Ну, я скажу, Игорь, пожалуйста, очень просто, простой, правозащитный ответ. Толерантность кончается там, где начинается дискриминация и насилие. Вот, когда нет дискриминации и насилия, тогда толерантность может быть безграничной. Понимаете? Но когда с любой стороны мы начинаем дискриминировать, а в первую очередь мы всегда дискримируем меньшинство, а насилие происходит по отношению всегда к более слабому, более сильному, понятно, имеется в виду, опять же, или большинство по отношению к меньшинству, или государство по отношению к отдельным людям или группам, вот там уже места толерантности нет. Понимаете? Там уже наступает другое. Наступает время того или другого серьезного интолерантного конфликта. Игорь, что толерантность толерантность кончается. Действительно, толерантность закончился, начался конфликт. По-моему, еще есть какое-то расстояние между ними. Это вообще неприятие полностью того человека или ту этническую группу какую-то, или конфессию, которую ты не понимаешь. Вот здесь, по-моему, скроется самый конфликт непонятия, незнание. Когда человек не имеет представления о том и не знает и не научен уважать чужие взгляды, чужие обычаи, привычки и так далее. Конечно, есть другое выражение, что со своим уставом не идут в гости, да? Чужой монастырь, да. Чужой монастырь. Есть такое выражение, но в то же время, когда ты приходишь чужой монастырь, ты пользуешься уважением. А вот это очень хорошо, вот это вот твоя поговорка, эта пословица, да, скорее, со своим уставом, да, не ходят в чужой монастырь. А вообще, применима ли она к нашей ситуации? Можно ли Москву и шире России считать неким монастырем, в который можно или нельзя ходить со своим уставом? Давай сейчас послушаем наших слушателей. Игорь на линии. Добрый день. Добрый вечер. Я хотел, да, добрый вечер. Хотел выделить здесь два аспекта. Ну вот с последнего я хотел бы тогда начать. Вот я недавно смотрел, сегодня это было, на одном из интернет-сайтов был опрос проведен, можно ли современный русский народ считать православным. Вот мнение, скажем, опрошенных православных священников таково, что хотя народ духовно чрезвычайно болен, но он все еще православен. Отсюда мы как раз делаем, так сказать, ссылку вот на то, что сейчас прозвучало. Да, в чужой монастырь со своим уставом ходить нельзя. И хотя Москва космополитический город, но его некий мета-дух все еще остается духом православия и православных традиций, православного уклада, православного мировоззрения. Это первое. Второе. Любой социум можно рассматривать как организм. Организм немыслим без иммунной системы. Он должен хранять себя от чужих, особенно от чужих неадекватно себя ведущих и агрессивных. Поэтому механизм толерантности это механизм иммунной системы, а он может быть и недостаточным, и избыточным. Он может быть адекватным и неадекватным. И свидетельствует о степени здоровья или нездоровья социума. Но, конечно, толерантность, так сказать, это вот одно из проявлений общественного иммунитета. Или нетолерантность это тоже проявление общественного иммунитета. Понятно. Спасибо. Спасибо, Игорь. Очень интересная точка зрения. Такой голос православия. Но, с другой стороны, понимаете, здесь какая-то нетолерантность вот меня, предположим, человека русского, но не воцерковленного. Это некая нетолерантность по отношению ко мне. Меня, не спросив меня, записали православным и считают, что есть некий мета-дискурс этого города, который является православным. Ну, это более широкое понятие православное. Это имеется в виду русский. Грузинский тоже православный. Дело, мне кажется, в том, что мы сводим сейчас, так сказать, будем идти в другую сторону. Православие – это далеко не монастырь. Понимаете? Все-таки монастырь – это очень маленькая часть, неважно, будет ли он католический, православный, буддийский и так далее. Это очень часть, ну, такая очищенная и по духу, и по взаимоотношениям, которые внутри есть. И вообще, смотрите, христианство не сниели на ней иудеи. В православии тоже. Конечно, конечно. Поэтому сводить христианство или православие или еще другую большую конфессию к монастырю совершенно неправильно, в моей точке. Поэтому недаром эта поговорка, она касалась совсем не всей экумены, не всего, так сказать, большой цивилизации. Она касалась, правда, маленькой части. Вот монастырь, наверное, правда с чужим уставом? Мне, вот, действительно, мне... Мне казалось наоборот, что это просто какой-то образ монастырь. Монастырь — это не маленькая часть. Монастырь — это как раз большая очень часть. Метафора общности какой-то. Да-да, метафора общности. Но, в любом случае, вопрос в том, является ли... Она просто... Эта фраза не закончена. Но в то же время, когда ты пришел в монастырь, тебя принимают как гостя и уважают как гостя и ценят и уважают твою веру, твои обычаи и порядки. Но только одну веру. Слушайте, а вот я вообще... С чужой верой вы не придете. С чужой верой можно. Смотрите, если это женский монастырь, вы не придете там мужчиной. Это заведомая некая избирательность. А меня вот даже не устраивает слово «гость». Вот я не хочу понять, вот хотя я сам там москвич в каком-то там поколении, я не хочу себя чувствовать хозяином этого города и видеть людей, которые приехали сюда, может быть, позже гостями этого города. Понимаете, я не хочу, чтобы было в Москве понятие хозяев и гостей. Мы все соучастники некого тела, некого организма, который я не хочу считать ни монастырем, ни какой-то закрытой общностью. Во многих странах об этом не говорят. И только представьте, что в Нью-Йорке, да, в метро говорили дорогие нью-йоркцы и гости столицы. Это не столица, да? Но вы понимаете, это откуда идет. Это все идет от прописки, которая когда-то была в Москве и до сих пор продолжается. Давайте, давайте еще послушаем. Коренной житель Москвы и не коренной. 65, 10, 99, 6, телефон прямого эфира. Нужна ли в Москве толерантность? Светлана. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, я считаю, что нужна, безусловно, толерантность или терпимость, но вот в той большой, в том большом понимании, как говорил там Ридиард Киплинг, ты и я одной крови. Ну, в том плане, что все люди, братья, и нужно просто смотреть, как человек себя везет в обще-социальном, в общегуманистическом плане. То есть, не важно, какой человек веры, не важно, какого у него цвета кожи. То есть, вот эти проявления нетолерантности, я считаю, нужно изживать, как просто плоды безграмотности, человеческой безграмотности, на самом деле, темноты. Потому что невозможно судить человека, будучи фенотипическим признаком. Вот я считаю, что прежде всего нужно бороться с безграмотностью человеческой. И видеть, под большим учетом, люди любых национальностей, любых народов, в корне стремятся быть счастливыми. Поэтому просто те пути, с которыми они идут, бывают неправильными, но уже просто есть какие-то вещи, которые общепринято считаются хорошими, уважать друг друга. Ну да, понятно. Вот с этой позиции просто нужно бороться с темнотой. Спасибо, спасибо, Светлана. Мне кажется, да, очень хорошая такая точка зрения, что здесь действительно надо оценивать поступки людей не с точки зрения, кто это делает, а как это соответствует общепринятым нормам поведения. И абсолютно, понимаете, Откуда они возьмутся, Сергей, вообще принятые? Я вам скажу, смотрите, мы по-разному оценим. Какая-нибудь глухо затонированная шестерка с кавказской музыкой, из нее доносящейся и с какими-нибудь кавказскими номерами подрезает. Мы совершенно отнесемся, мы их маркируем. Но когда то же самое сделает наш какой-нибудь быдловодитель на большом ленд-крузере русский с радио, ну не с радио, с любым там шансоном звучащим внутри, мы его не маркируем. А вот очередной русский это сделал. А вот когда это сделает кавказец, мы скажем, а вот-вот они, джигиты, на шестерке. Я не спорю, Сергей, диагноз точен. И важен только вопрос о том, где найти то, что объединяет и дает возможность что-то строить конструктивно, а не просто не делать друг другу плохого. С моей точки зрения, это только какие-то общие человеческие и гражданские ценности. Вот если у людей есть ценности, если они вместе против коррупции, бюрократии, тех же самых злополучных нарушений прав человека, за какое-то, так сказать, общение незамутненное, тогда у людей это будет. А если только не наезжать друг на друга и ходить каждый в свою мечеть или в свою церковь, ну, тогда мы что-то должно объединять очень такое серьезное и главное, наверное, да, этих людей. И я считаю, что еще, во всяком случае, я очень много знаю смешанных браков. Это не обязательно там русский с Украины, с украинцем или там с белорусом, но вот я, например, плод смешанного брака. У меня отец грузин, мать белорусская. У меня масса родственников в Беларуси, так же, как и масса родственников в Грузии. Я одинаково люблю и Белоруссию, и Грузию. Ну, я думаю, многие наши слушатели могут то же самое сказать. То же самое сказать. И когда вы попадаете в такую семью, ну, нормальную семью смешанного брака и дети с детьми, общаясь даже внуками, совершенно другой подход к этому вопросу. Ты живешь рядом с такими семьями, ты попадаешь в этот ареал. И совершенно другой подход к этой проблеме, очень положительный. Вы знаете, вот сейчас хочу, хочу еще с сайта процитировать, Алекс пишет, толерантность может быть только взаимной и не зависит от того, по отношению к большинству или к меньшинству она проявляется. Я, знаете, хочу тоже продолжить. То есть, с одной стороны, считается, что вроде как есть некое большое мы, которое может терпеть или не терпеть мечеть, которую откроет у нас там в районе, да, как в текстильщиках вот сейчас по поводу этой мечети. А я хочу сказать, а почему-то не ставится вопрос то же самое о православных церквях. Вот сейчас подняли вопрос, что будут там православные храмы шаговой доступности в каждом районе. А может быть, это опять-таки чьи-то убеждения нарушает. Точно так же, как, я не знаю, когда отец Чаплин предлагает ввести православный дресс-код. Это точно так же нетолерантно по отношению к секулярному большинству. Ондерс-код может вводить по отношению к своим прихожанам только. Я думаю, здесь он может быть еще в России. Вы знаете, давайте предлагаю еще раз послушать, что звонят нам слушатели. Очень интересно, кстати, хочу социологически сказать. У нас сегодня одна из очень немногих передач, где у нас очень много женщин звонит. То есть тема, которая почему-то вызвала очень сильный женский интерес. Может быть, в конце я попытаюсь понять, почему. Это тоже нетолерантно отмечать людей по... Да тоже нетолерантно, ну что делать, ладно. Да-да, Анна, вы в эфире. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела, да, высказаться на эту тему, поскольку вот меня так, видимо, воспитывали в школе и родители, что я всегда очень толерантных позиций придерживалась и считала, что все люди братья и нужно очень, как бы, с уважением относиться к любой конфессии, любой национальности и так далее. Но это все, конечно, очень хорошо на уровне идеалов, но вот особенно последнее время, последние там, не знаю, год или два, я сталкиваюсь с вопросом толерантности в реальной жизни и доходит уже просто до абсурда. Ну вот вы представляете человека, который вырос где-нибудь, его мать ходила в закрытой одежде, его все сестры ходили в закрытой одежде, в платках, там в юбках, да, и он приезжает в Москву, он едет в метро и видит девушку в коротких шортах, в маечке, этой девушкой являюсь я, да, какая реакция у этого человека на эту девушку, что он думает в своей голове. Я очень могу, как бы, понять, что он думает в своей голове в этой ситуации, и для меня это вполне очевидно. Мало того, что он это думает, он еще и начинает совершать, ну, вполне однозначные действия, намеки, какие-то подмигивания и все остальное в мой адрес. И вот это меня, я вам могу сказать, мало того, что пугает и возмущает, и как бы просто, я вот не знаю, я начинаю думать о толерантности в этих ситуациях. Понятно, Анна, спасибо, спасибо, очень интересно. Так вы бы, наоборот, же хотели бы, чтобы эти люди были толерантные? Я не понимаю ваше в этом смысле расстройство, Анна. Нет, но в том, что здесь такая, Анна уже не на линии, к сожалению. Но она, наверное, слушает. У нас, да, такая мультикультурная ситуация, получается, в которой они, наш код одежды, к которому мы привыкли в Москве за последние вообще, да, там, десятилетия, он не вписывается в представление об одежде, они считают ее неприличной, вызывающей, и, соответственно, ну, я думаю, вы знаете, у меня вот, Анне, такой бы был бы ответ на это, что здесь вопрос, он даже не столько к культурной плоскости, сколько в чисто правовой. То есть человек должен вести себя в соответствии с законом. Что у него там творится в голове, или в других частях тела. Это его проблемы. Главное, чтобы это не переходило в рамки его вот этой внутренней прайваси, чтобы он это не переносил в публичное пространство на отношения с вами. Конечно. Ну, и мне кажется, что это вообще немножко из другого, из другой оперы. Я, например, всегда считаю, что если девушка одевает очень короткие шорты и обнажает красивую грудь, значит, она хочет, чтобы это все видели и любовались. Для кого жена это делает? Нет, ну смотрите, но она не предполагает, что реакция окружающих будет физическая. Она считает, что ей будут любоваться, но она не думает, что книга после этого начнут переставать. Если человек, который идет на такой, ну, как бы говоря, культурный эксперимент, скажем так, я не имею в виду одного, он должен понимать, что это связано не только позитивно, но и негативно. Ну и с негативно. Да, девушки. И поэтому вот это тоже наше внутреннее культурное. Кстати, не так давно в Барселоне запретили появляться в центре города в такой одежде, если вы знаете. Это Испания. Девушки, да, слушайте и внимайте, поездка в Москве в короткой ёбке превращается в культурный эксперимент. Ирина, Ирина на линии. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я, вы знаете, что хочу сказать? Вот когда посмотрела я вчера вот это совещание нашего премьер-министра с деятелями религиозными различными совершенно конфессий. И общественных. Вы понимаете? Да, и общественных. Вот такая ностальгия у них была по СССР и по дружбе народа, которая действительно была. Но у нас вот как-то вот, понимаете, не очень компетентная наша руководство в том смысле, что ведь в то время-то когда была дружба народа не было религиозных различий. Мы же все были официально атеисты. И поэтому вот анациональные различия, они не так резко, так сказать, разделяют людей, как религиозные. Потому что религиозные выше государства, выше всего. И вы знаете, самое высшее, что есть, оно разделяет людей. Это религиозность. И вот я считаю, что нужно сначала разобраться, быть компетентными в этой области, прежде чем говорить, что давайте вот мы вместе жить дружно. Разрывает и не такое государство, как наше религиозное, так сказать, распри. Поэтому надо сначала в этом быть компетентными. И потом я бы, знаешь, что хотела сказать, что вот выступил патриарх наш, вот как раз вот к 22 июня, к началу Второй мировой войны, годовщине. Великотечественной. Ну да, Второй мировой Великотечественной, да. И когда его спросили, вот как церковь-то относится ко всему этому, вот вы, и православной в том числе, значит, он сказал, я считаю, что ему сказали, столько жертв было, ну что же это такое. Он говорит, это Бог избрал немецкий народ, чтобы наказать другие народы за богоотступничество. И надо было не против внешнего врага бороться, так сказать, защищаться, а против внутренних врагов. Вы понимаете? Ну, знаете, ну, Бог судья, да, тем, кто это говорит. И потом давайте проверим толерантность и к такому мнению. Да, толерантность и к такому мнению. То нам говорят, что нам Бог избрал Путина с Кадыровым, и, собственно, так сказать, Бог судья тем, кто это говорит. Владимир. Добрый вечер. Да, слушаем вас. Сергей и уважаемые гости. Я вот слушаю, конечно, какие-то люди напряженные звонят. Я просто всех людей... Коль, закручивай. Я просто всех людей... Сын меня подошел. Уважаю. Я дружу с китайцами, набираюсь от них культуры. Мы говорим о культуре, о кухне. Я дружу с армянской семьей. Очень великолепные люди. Тоже от них набираюсь культуру. Своей культурой делюсь. С узбекской семьей делюсь. Мне очень комфортно со всеми народами жить. Понятно, Владимир, в общем, для вас этой проблемы не существует. Нет, я очень благодарен, что мир разнообразный. И всем народам я говорю спасибо. И вашим гостям спасибо. Спасибо, Владимир. И спасибо вам за ваш такой позитивный голос. Все-таки, Сергей, вы знаете, если есть минута, может быть, Игорь со мной тоже согласится. Я думаю, что корни нашей нетолерантности связаны с тем, что вообще в целом нетерпимость в нашем обществе, в наших людях зашкаливает по отношению к любому другому явлению, непохожему, а иногда даже и похожему на самого себя. Вот это уже вопрос просто внутренней культуры, там, не знаю, как вы ее назовете, духовной, светской, любой иной. Мы всегда ищем что-то непохожее в отрицательном смысле. Будь это женщина, будь это гей, будь это человек другой веры или этничности и так далее, и так далее. Будь это, в конце концов, начальник или, наоборот, подчиненный. Вот мне кажется, что это еще признак, градус нашей общей вот такой вот культурной нетерпимости. Да, здесь очень важно, действительно, что ведь здесь не то, что сейчас мы говорим об мигрантах, об этнических меньшинствах, ведь это то же самое вопрос геев и лесбиянок. Вот, скажем, я тут, Захар Прилепин, да, уважаемый, вполне мной писатель, вот он пишет, 31-я статья Конституции на геев не распространяется. Я нетолерантный человек, и надеюсь, у вас нет повода подумать обо мне как либеральном, толерантном человеке. То есть, я думаю, что вот под этим очень большое количество наших слушателей подписалось. Ну, это, кстати, здесь вопрос другой толерантности, так скажем, не то, о чем мы сегодня говорим. А мне кажется, одно и то же, Игорь. Корни одни и те же, Игорь. Это чужие люди, это другие, другие люди. Я, например, никак не отношусь к этим меньшинствам, просто никак. Как вы к левшам относитесь? Вот я левша, например. Левша-левша, больше ничего. Тоже меньшинство. Ну, все равно, все вот эти, вся эта напряженность, вся эта иногда нетерпимость, я думаю, все-таки она лежит в экономической, социальной очень часто. И можно я закончу очень коротко. Почему? Потому что семейные неурядицы, разводы, крайне низкие доходы, безработица, всегда, человеку очень трудно винить в этом себя. Он всегда находит крайнего, он всегда находит другого, кто в этом может виновать. Вот приехали, понаехали тут, отняли работу, понаехали тут, они занимают наши рабочие места и так далее. А кто понаехал опять? Понаехали мигранты не только с России, но и с других стран ближайших. И именно на этой волне, вот это в большей степени сейчас выражается, по-моему. И вот вы очень важную тему затронули. Хорошо, что вот у нас буквально несколько минут осталось, но что мы на нее вышли. Я больше того скажу, что наше нынешнее московское благосостояние основано на труде мигрантов, на труде тех людей, к которым мы так часто не толерантны. Я бы сказал так, приезжие, не только мигранты. Но мигрантов в широком смысле. Смотрите, коммерческий сектор и строительный сектор. Что это такое? Вообще, шире говоря, благосостояние России держится на двух халявных ресурсах. Это нефть и рабы. То есть мы имеем халявную совершенно нефть, учитывая нынешние цены. И мы имеем, по крайней мере, на московском, вот эти вот, понимаете, начиная с домработниц, кончая гастарбайтерами на стройках, по совершенно демпинговым ценам. Люди, которые просто готовы работать за хлеб. Так что и здесь очень интересно. Сергей, признать это, это значит наступить на горло собственной песни к человеку, который ищет опять не в себе, а в других какой-то причине. Наши рабочие места. Какие наши рабочие места? Где вы видели, чтобы шли дворниками, когда вы последний раз видели русских дворников? Да он не пойдет дворникам, но ему есть что сказать. Вот в чем дело. Есть кого обвинить в этом. Замечательно. Вы знаете, вот тоже интересно, у меня дальше статистика есть, что есть прямая связь между уровнем терпимости и уровнем дохода. Чем выше ВВП на душу населения, тем выше толерантность к меньшинствам. Очень интересно. Я боюсь, что тут есть некоторые, так сказать, фруктуации. Хотя это правда. Но в принципе, конечно, правильно. Конечно, проще сидеть на лавочке у дворе, лузгать семечки, кидать бумажки, и тут же кто за тобой убирает, его же еще обвинять во всех смертных грехах. Это говорит внутренняя культура. Вот что главное. А все, что вы говорили, социально-экономическая, это все-таки условия, в которых она проявляется. Некультурность, отсутствие вот этой вот внутренней усердности. Отсутствие образования, воспитания. Давайте еще два звонка буквально возьмем, и уже время нашей передачи походит к концу. Анна на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, вот толерантность, это такая же опасная утопия, как коммунизм. Вот вы сейчас сказали, что много женщин звонит. И вот как Игорь, по-моему, сказал, что нетолерантность, это самосохранение нации. Не нужно быть толерантным, а нужно просто соблюдать закон и быть хорошо воспитанным. Изволь соблюдать закон и вести себя прилично. А то, что мы не хотим допускать их в свою жизнь, смешиваться с ними, ну, я так просто вот грубо говорю, то это, ну, самосохранение нации. А то, что сейчас творится в Европе, с этой толерантностью, до чего не дошли, это же ужас. А что ужасно? Вот я вот был недавно в Европе, а что там ужасного? Ну, вот, я как-то, ну, уже, наверное, лет 8 или 10 назад мы, я ездила на учебу во Франкфурт. Я работаю в авиакомпании, и там мы, там, раз в два года проходим учебу. Вот. И там такая площадь в центре Франкфурта, Циль. Вот. И там вышли турки, что-то они битинговали за свои права. Я, к сожалению, даже не помню, о чем, что, Соня. Ну, это было страшно. Почему? А почему? Они, они что, насиловали женщин, били витрины? Это было вроде Манежной площади в декабре? Нет, нет, это было не так. Значит, вот от этой круглой площади лучами отходят улицы. И вот мы шли, ну, просто погулять вечером после занятий к этой площади. Они сидели на корточках, били в барабаны. Немцев не было вообще. И нам показалось, что вообще не в Германии. И они были, они соблюдали закон, да, но они были крайне враждебны. Анна, вы сами себе противоречите. Вы говорите, что главное соблюдать закон. А вот попадете вы в Нью-Йорк, я не знаю, в Нью-Йорк вы летали, зайдете в кварталы, где вокруг вас будут одни евреи-хасиды. Представляете? И ни одного белого американца кругом, вот этого англосаксонского протестанта. И тоже, скажем, в субботний день они будут сидеть на корточках и бить свои барабаны. И более того, что будут накоситься на того, кто едет на машине или что-то делает не то в субботу. Какой ужас. Они бы, вот именно, они бы в своем районе, что там существуют районы, и не бритянские, как они были, так они и есть. Так вы хотите этого для Москвы, для Франкфурта? Нет, я не хочу, я не хочу. Я хочу, чтобы люди поняли, что нет, нет, что с этой толерантностью перестали вноситься. Это опасная утопия. А жили по закону и максимально не задевая друг друга. Ну, кстати, в Германии есть закон о запастовках и демонстрациях. И еще второй вопрос насчет Германии, я просто хорошо знаю. Большинство заводов держатся на турецких рабочих. Да нет, и вообще на Юго-Славской, на турецкой рабочей силе, наши все машины немецкие, на которых мы ездим, сделаны руками турецких рабочих. Вы знаете, мы уже, к сожалению, подходим к концу нашего эфира. Я закругляюсь, я хочу не согласиться с нашим последним звонком в одном, в том, что толерантность — это опасная утопия. Это, наоборот, это условие, мне кажется, выживания такого многонационального, исторически многонационального государства, как Россия. Это, по большому счастью, закреплено в речах многих наших руководителей сейчас, с которыми вот в этом я хочу согласиться. Ну, к этому надо стремиться. Вот, так что это никакая не утопия, а это именно тот самый иммунитет, который мы должны выработать. Иммунитет не в том, чтобы мы свои какие-то культурные корни на них настаивали, а в том, чтобы мы сумели интегрировать других. Ну, а второе, в чем я с Анной Сахаревичем согласиться, это то, что очень важно, чтобы мы уважали закон. Потому что очень часто вопрос надо настаивать не на культурных различиях, а просто на уважении закона. Понимаете, когда, неважно, на моей лестничной площадке соседи узбеки вышли делать плов, или соседи русские устроили пьяную драку. Понимаете, в любом случае и те, и другие нарушили закон, потому что они превысили свое частное пространство. Особенно, если на плов не пригласили. Вынесли, особенно, если на драку не позвали. Ну что ж, друзья, хочу вас поблагодарить за этот очень горячий, заинтересованный разговор всех, кто звонил нам в студию, и наших сегодняшних гостей. А это был правозащитник Валентин Гефтер, журналист и политолог Игорь Гвритишвили. И я, ваш верный археолог Сергей Медведев, услышимся на волнах Венам-ФМ ровно через неделю.